в этой серии вы увидите посещение средневековой часовни рослин в шотландии многим в хорошо известную по книге и по одноименному фильму код да винчи как в часовне устроили конюшню как во время реставрации чуть не уничтожили часовню и как исправить ошибки предыдущей реставрации пока не ясно чудесная резьба по камню скрытые знаки связь семьи сент-клэр с орденом тамплиеров и масонами съемки скрытой камерой легенды и привидения рослина сентиментальная история про кота вилимса из рослина деревня рослин сыграла важную роль в истории шотландии здесь 24 февраля 1303 года произошла битва когда 8000 шотландских рыцарей встретили 30 тысячную английскую армию несмотря на численное превосходство англичан сражение закончилось победой шотландцев битва у рослин подготовила решающую победу над англией в сражении при боннагберне в 1314 году благодаря которой почти 400 лет шотландия сохраняла свою независимость есть некоторые средневековые сплетни что в битве при боннагберне принимали участие рыцари-тамплиеры в то время местность принадлежала семье до сент-клэр 1 анри де сент-клэр прибыл в 1174 году с шотландским королем уилимом львом согласно сохранившимся документам уже в 1280 году семья до сент-клэр владела этой землей в начале 14 века на высокой скале был построен замок скала на которой стоит замок окружена с трех сторон рекой проход в него возможен только по узкому мосту над 55-футовой пропастью в фильме код де винчи есть фрагмент где профессор и софи разговаривают на этом мосту замок внушительно пострадал от артиллерии кронвеля во время гражданской войны в англии история часовни рослин оригинальные документы сгорели но к счастью остались копии сделаны одним из монахов в 17 веке как установлено из документов часовни была построена во второй половине 15 века по проекту здесь должен был вырасти огромный собор в готическом стиле крестообразной формы с башней в центре строительство продолжалось почти 40 лет вокруг него выросла деревня рослин в которой поселились строители каменщики плотники кузнецы материалом для стен служил местный камень ко времени смерти сэра уильяма в 1484 году были построены только стены хора церкви восточная стена трансепта и фундамент нефа сэр уильям был похоронен в незаконченном хоре который был впоследствии накрыт крышей и превращен в часовню после этого работа над церковью прекратилась часовня служила семейным храмом в течение почти всего 16 века несмотря на реформацию сент-клэры оставались католиками во время нападения на замок рослин в 1650 году войска кромбеля использовали часовню в качестве конюшен в августе 1592 года алтарь был уничтожен часовни перестала использоваться для религиозной службы восстановление часовни началось в 1736 году джеймсом сент-клэром который застеклил окна и отремонтировал крышу после еще одного большого ремонта 1861 году в часовне были возобновлены воскресные службы баптистерии орган были добавлены восточные части часовни в 1881 году часовни продолжает по сей день быть действующей церковью является частью шотландской епископальной церкви членом международного объединения англиканских церквей часовни славится своими уникальными архитектурными деталями и скульптурами особенно скульптурами и барельефами когда попадаешь во внутрь часовни обалдеваешь от всего увиденного детали вырезанные в камне впечатляют и завораживают я впервые вижу такое очарование внутри церкви ловишь себя на мысли что где-то примерно лет 500 600 назад безграмотный крестьянин не умеющий читать с легкостью разбирался в этих историях и знал о чем говорят скульптуры а для нас сейчас это сплошные загадки жаль что в часовне не разрешают снимать но если очень хочется немного поснимаем скрытой камерой и послушаем о чем нам расскажет софья соболева хранили там сколько в 18 веке графиню хранила там своего отца велела замуровать ход и заповедывала всем своим потомкам туда ходить почему она там увидела увидела ли вообще чего-то никто не знает но с 18 века и по сию пору никто за ход по лет не был и даже нынешний графросов отказывается разморозывать ход основой с назад на земле но говорят что все это играет и на это есть даже указания вот если вы посмотрите на на секции поделен да и если вы посмотрите вот мой красный луч увидели видите свисает четвероугольная звезда видите и она показывает вот сюда вот этим между двумя лавочками и считается что вот под этой звездой вот там внизу находится суда знаете есть люди чувствительные к энергетическим потокам всякого рода они туда встают под эту звезду испытывают необычные ощущения я вам подсказывать не буду потом сами встанете и попробуйте а я вам немножко об истории посмотрите 15 век страшное же время если вы вспомните историю война не прекращается полон голод чума туда-сюда ходит инквизиции дают при обследовании часовни георадаром была обнаружена пустота подвал под полом часовне сент-клэра запретили дальнейшее исследование подземелья ссылаясь на завещание графини сент-клэр которая похоронила там своего отца в 18 веке велела замуровать вход и запретила потомкам заходить туда так что интрига сохраняется человек в короне а вот здесь еще более интересный как слаботься мордочками безо рта растюм вот это зеленый человечек христианский языческий бог в праздной воды и аромат вот ты что делаешь в христианскую часовь да а все умерло в том что наши предки до позднего средневековья не были уверены что христианская религия и христианая религия вот еще одна интересная композиция вильгельм благоприятный этим рыцарем мог быть вильгельм приятный сент-клэр который как говорят сопровождал королеву Маргарет в Шотландию на ее свадьбу с королем Малькольмом Канмаром в 1070 году причем толком уже никто не знает где уже только в моей памяти его несколько раз таскали сюда вот этот магианый камень но я вам что здесь хочу показать посмотрите-ка меч я вам напомню это боевой орден, боевые монахи как в Шаолине того времени а вот дальше посмотрите видите вот эту снежинку изначально это был пресс-заплетенный венок из РОС он потом трансформировался по-разному но в какой бы стране Европы вы ни были как только вот такой снежинку вы видели вам привет, вам привет если вы будете в Италии, в Испании вы видите еще один такой символ артишок у нас это большая редкость они просто пытались напихать ну всю символику которую только могли чтобы никто не спутал, что общее здесь происходит а вот теперь пойдем и вы увидите такие фигурки да человек сидит обнявшись а рядом чертик вот это изображение греха прелюбодеяния самого страшного греха средневековья а вдумайтесь да подумаешь прелюбодеяния господи на свете столько действительно страшных вещей да но дело в том, что во-первых это первородный грех после него изгнали человека из рая а во-вторых понимаете имущественное право если в средневековье жена пошла налево сто процентов принесет чужого ребеночка и все ваше нажитое непосильным трудом имущество уйдет неизвестно кому и поэтому женское прелюбодеяние казалось тяжелейшим дело доходило до костра а мужское стряхивалось с ушей да и в общем по сию пору в мире к ним не одинаковые отношения но как-то не было смотрите вот значит серый серый а вот видите пробивается желтый цвет а вот видите пробивается видите вот он настоящий цвет часовни все что вы видите серый вот это и есть то покрытие 50-х годов которое теперь непонятно как снять и вот если вы развернете посмотрите вот на эту колонну да посмотрите какой блюр да вот размазанность потому что когда сюда пришли реставраторы 50-х годов они не нашли ничего лучшего чем взять жесткие металлические щетки и все это пошкрябать а потом залить вот этим раствором и вот так вот одно поколение реставраторов обеспечило работой пять последующих большое искушение конечно сказать вот дураки да вообще мы такие сейчас мастера стали вот надо на предки смотрим без конца говорим буду раки чё не знали что ли да да не знали вот эти вот не знаю на каждом этапе человечество оперирует только теми знаниями которые у них есть и что бы здесь было если бы они этого не сделали в 50-х годах мы тоже не знаем поэтому что-то чем я старше становлюсь чем серия становится мое белое пальто в 50-х годах 20 века все решили промазать суспензии на основе цемента во-первых содрали очень много мелких деталей во-вторых начала накапливаться влага в камне фигуры начали рассыпаться как песок песчаник начал терять свою прочность в 90-х годах прошлого века начали как-то спасать часовню накрыли крышей по полу провели тепло основной задачей было просушить камень на данный момент пока не ясно что делать дальше не знаете как это такое не слышим никогда это святой мисей вискозаветная фигура который водился и перед вами классические шлифы дело в том что библия была написана на древнеармейском она превратилась в смысле ошибок одна ошибка такая в древнеармейском слова рога и лучи пишутся в смысле практически одинаково и понимаете в древнеармейском было что он разбил скрижали принес новые заповеди в будущем здесь фигуры вот здесь изображаются смертные грехи которые приведут вас в ад от изображаются люди вот такой крокодиль и пасти и вон сидит чертик с плеткой видите и погоняет грешников первыми в ад отправится к любодеи жадные корыстные гневливые а еще знаете какой смертный грех потрясающий сынок уныние уныние смертный грех представляете супер вообще как точно смотрят но помните я вам говорила черная белая клетчика всегда рядом никогда не знаешь на что наступает и поэтому на то же самое только с другой стороны мы с вами видим и которые вас приведут в рай рай изображается в виде святого Петра с ключами от рая а вот люди омывают мертвого подают милостыню посещают тюрьмы посещают больные снимают последнюю рубаху а вон архиепископ стоит и говорит в правильной дороге идете товарищи но мне больше понравилось это изречение написанное на латыни вино сильно король сильнее женщины еще более сильны но правда побеждает всех этот текст был исключен из протестантской библии если бы мы с вами до сих пор были в католической церкви да вот как она стояла в 15 веке давайте вот так ко мне лицом встань что-то видно что я там здесь был алтарь иконостас мы бы сюда дальше пройти не смогли церковь действующая но она уже протестантская если быть точно англиканская поэтому нет алтаря но между тем здесь есть две фантастические колонны они называются колонна ученика и колонна учителя и легенда говорит что мастер вырезал колонну по образцу про колонны хотелось бы рассказать немного подробнее мастер вырезал одну колонну а вторую сказал вырезать своему ученику а сам уехал в рим в поисках вдохновения венца попить с девушками погулять когда он возвратился из творческого отпуска то увидел что его лучший ученик закончил колонну колонна была прекрасна и выполнена с удивительным мастерством в приступе зависти он убил ученика молотком в лоб неизвестно является ли это чистым мифом или основано на реальном событии согласно некоторым источником освещение церкви на некоторое время было задержано так что возможно какое-то трагическое событие имело место но вполне возможно что эта история просто одна из легенд связанная с ритуалами масонов у которых также существует культ отношений между учителем и учеником одна из резных фигурок в часовне напротив колонн изображает молодого человека с повреждением на лбу а другая мастера смотрящего на колонну ученика салтарная часть в любой церкви самое красивое место в ближайшем городе и вот здесь выделите какой-то потрясающий каталог и вот здесь вы видите свистающие звуки звезда и здесь и здесь и там самые известные вот смотрите вот ангелы никто не знает до конца точно почему они все разные не то это разрешенный авторский почерк не то за каждым стоит какой-то свой скрытый смысл никто не знает но помните признак всегда один изо рта растет трава а вот так посмотрите на этих ангелов вы когда-нибудь таких ангелов видели? да? нормально? а я вам напомню что вообще-то в библии ангелы это птицы с человеческими лицами это потом их уже художники средневековья сделали юношами с непонятно чем за спиной да? здесь это как раз очень буквально нет связывается а это кто у нас такой? связывается парши да? я напомню что Бога был у меня он у них сам он вас сам Богом его спросил я совсем не тревогу поддерживал тебя посмотрите он весь здесь сидел за хирургами хирург-скелетик хирург-скелетик пляска смерти называете этот нервю а масоны говорили смерть стоит за каждым из нас вот кем бы ты ни был ребенком, архиепископом, пастырем, женщиной смерть всегда я нужно омирить ее нельзя бояться нужно сделать все чтобы к этой смерти ты подошел достойно да? вот это наверное то что мы сейчас совсем потеряли умение достойно находиться смерти для них это был очень ключевой пункт вообще всей философии ну так вот давайте перейдем сюда танец смерти представители всех групп общества танцуют со скелетом символизирующим неизбежный триумф смерти над жизнью если вы будете смотреть фильм Кот да Винчи сейчас уже из интереса пересмотрите вы увидите как профессор и София бегут по этой часовне они видят свисающую звезду и они видят человека который держит в руках чашу вот он Биосифа Римофейский хранитель этой чаши тут была такая еще дистанта рисована в момент съемок и они понимают что бежать им нужно вниз и мы с вами тоже не должны использовать Часовни Рослин и Кот да Винчи связаны с одной из самых известных теорий заговора и мистических загадок Кот да Винчи это роман Дэна Брауна который включает в себя фантастические элементы и предлагает интерпретацию исторических фактов в романе Кот да Винчи утверждается что часовни Рослин содержат скрытые символы и послания связанные с тайной историей и религиозными тайнами один из главных элементов сюжета это предполагаемая связь часовни Рослин с хранителем Святого Граали и Родом Иисуса Христа однако важно отметить что роман Кот да Винчи является фикцией и многие из его утверждений не имеют научного или исторического подтверждения Иисуса Христа в романе в романе в романе в романе в романе с беремочкой с бутылочками представляете беремочкой ну так вот значит совершенно потрясающий вот один вам чертеж в другой стене внешние колонны вот я вам показываю да вот они как они рассчитывали ну да у каждого масона свой значочек поскольку они не грамотные у кого-то из лозочки у кого-то желчки у кого-то лозочки Дело в том, что в том, чем я рассказывал госпитальеры и тамплиеры, рыцарские монашеские артенаты. И у них есть своя наборка. Гаспитальеры носят белые крещи с простым красным крестом. Представьте, госпитальеры, что? Белый полик красный крест. Английский. Скоро помнишь, красный крест. Все оттуда пошло, да? У тамплиеров другая история. Они носят крещи с зубчатым красным крестом. Это просто форма. И вот этот зубчатый красный крест, как бы он становится символом индулера, крести. И посмотрите. Вот он у вас. И потом, опять-таки, если будете ходить по часам, вам везде почетно этот тамплиерский часок. Давайте перейдем сюда. Вот опять вы будете смотреть кино. И вы увидите, как профессоры Софии забегают сюда. А здесь дверь, а дверь ведет в архив. И они находят сведения о том, что последний потом Иисус Христа жив. И вот это и есть девушка Софии. Ну, я надеюсь, что вы, Людмила, достаточно просвещенная, чтобы понять, не буду исторической версии, да? Тем более, что и двери здесь никакой нету. Но вот что есть. Посмотрите-ка вот на этот могильный камень. Его сюда принесли с соседнего кладбища с чистым музейным целью. Видите, снижен. Это значит, что у нас? Это блеер. Это блеерская могила. Если посмотрите сюда, еще она могичная. Видите? Да, снижен. Это может быть немножко по-разному, но это очень познавляет. А вот здесь вот внизу мы видим уже масонскую могилу 17 века. Могилу ребенка, мальчика. Смотрите, у него мячик, колесико, мама сидит. Пишка раскрытая, Библия, да? А тут смерть стоит с косой в короне. Никто не победил смерть. И Павлович тоже, знаете, какие красавцы. Вот это то, что я вам хотела рассказать. Видите, вот сюда. Сейчас на веру. Начальник, который идет по-английски. Я больше говорить здесь не могу. Еще одна интересная вещь была обнаружена при проведении реконструкции часовни. Средневековые каменщики создали отверстие для пчелиного улья. По конструкции было видно, что улья никогда не предназначались для производства и сбора меда. Это было задумано как защитное убежище для пчел во время ненастной погоды. В средние века пчел называли малые посланники Бога. Есть такая старая пословица. Где бы ни оказались шотландцы, первым делом они строили храм, потом банк, а потом пивную. Четвертой в этом списке всегда была масонская ложа. Некоторые из мифов о масонстве, по-видимому, проистекают из тайны, связанные с его происхождением. Одна из фантастических теорий гласит, что после того, как французский король Филипп IV уничтожил орден тамплиеров в 1307 году, некоторые из рыцарей бежали на запад Шотландии, в область Аргайл, и создали себе новую организацию объединения вольных каменщиков. В средние века по всей Британии началось активное строительство более крупных и замысловатых храмов, и каменщиков нанимали на конкретные часто очень масштабные стройки, зачастую далеко от дома, на несколько месяцев или даже лет. В такой ситуации, когда приходится полагаться на незнакомых людей в надежде на то, что они обладают такими же навыками и справятся с работой, необходимо было как-то убедиться в том, что все знают свое дело и заслуживают доверия. У большинства людей шотландское масонство ассоциируется с рослинской часовней, которую после выхода в свет книги Дэна Брауна Кот де Винчи во многих путеводителях окрестили масонской. Подлинная история шотландского масонства куда таинственнее, чем храм, прославленный Дэном Брауном. Есть одна легенда про рослин. Один из английских рыцарей, участвовавших в битве с шотландцами в 1303 году, был владельцем большой собаки. Когда англичанин был убит шотландским рыцарем, собака напала на него и шотландец был вынужден убить ее. Этой же ночью дух собаки появился в караульном помещении и вызвал панику среди войск. Собака появлялась каждую ночь. Наконец пришло время стоять в карауле рыцарю, убившему собаку. Ночью было слышно грозное рычание и лай собаки. На утро шотландцы нашли мертвым, а собака навсегда исчезла, хотя некоторые утверждают, что темными и бурными ночами жуткий звук ее лая можно все еще услышать. Не так давно, при часовне жил кот, звали его Вильямс, ловил мышей, караулил часовню, был любимцем посетителей часовни. В 2021 году котик умер. Сейчас рождается новая легенда Рослинской часовни. Издали прекрасную книжку для малышей. Наладили выпуск и продажу игрушек, сувениров. Пора ехать дальше. Софья повезет нас в тракэйрхаус. Неприглядный старый домик, 1660 года постройки. В свое время в нем останавливались многие известные люди Шотландии и не только. Все ссылки будут под видео. До следующей серии.